МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первой командировкой у нас был Герамбойский район, Чайкент. Это была крупномасштабная операция. Мы ввели зачистку Герамбойского района, потому что там находились боевики из Сирии, приезжали из Либии, приезжали боевики, которые убивали мирных жителей. Вот первая наша командировка была в Чайкент, и она была успешна. Мы эту деревню взяли. И так, в общем, если взять, Чайкент, Элькеш, Маляш, Бузлух, Гюлюстан, Башкент, вот эти все операции, мы там полностью зачистку сделали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министер внутренних дел Мохаммед Асядов и замминистра Рамес Хосрович нам дали указание. Было такое деревня Шафек в Герамбойском районе. Он стоял напротив деревни Горачинар. У нас есть Мехти Абасов, национальный герой Азербайджана, который погиб. Мой командир был. Мы сели на вертолет и летели в село Шафек, где находился у нас. А Герачинар находился у армянских боевиков. Но в то время у нас был отряд милиции особого назначения, а у армян был отряд милиции особого реагирования, АМОР. У нас ОМОН был, у них АМОР был. Когда вертолет летел, мы вылетели из Аврацкого аэропорта. Мы когда пролетали, кто-то сказал, что эта деревня, вот этот Шафек, перепутал деревню. И мы приземлились прямо в Горачинаре, прямо на армян. Армяне в этот момент подумали, что им из Еревана пришла подмога или замена. И в этот момент три армянина в гражданской начали идти к вертолету. А мой командир покойный, он чисто знал армянский язык. Он повернулся, сказал, ребята, успокойтесь, немножко тихо. И когда армяне начали на армянском разговаривать, он начал с ними разговаривать на армянском. И в этот момент один из армян отошел и начал идти к летчику. В кабине летчика, где окно открывается. И в этот момент из окопа поднялись армяне, человек тридцатых было. Они поднялись и тоже начали двигаться в сторону вертолета. А мы выходим с вертолета с ящиками, боеприпасами, что вот мы замену едем. И вдруг этот армянин спрашивает у этого летчика, откуда прилетели. А тот летчик не понял и говорит, из Баку. Он говорит, как из Баку? Он говорит, да, из Баку я привез в Бахинский ОМОН. И он поворачивается в этот момент, кричит, Ах, перь, ОМОН егало. И в этот момент начала перестрелка. Три дня армяне траур держали по этому случаю. И так получилось, теперь вертолету надо взлетать, а деревни Чафяк, которые сидели наши, они думали, это армянский вертолет. И начали нас обстреливать, чтобы сбить этот вертолет. С АГС, все. И вертолет поднимался и падал. Поднимался, падал, он оборот еще не поднял, этот не набрал. Так получилось, что вертолет в этот момент, когда взлетел, и не завелась машина БТР. Он должен был завести, чтобы пулемет КПБТ работать начал. Вот в этот момент нам очень повезло, что БТР не завелся. И мы прилетели в Герамбойский район. Подшушой, Керджиган. Это было 31 декабря. Первый снег пошел. Был корреспондент один такой. Фамилию сейчас не помню. С российского телевидения. Он снимал бой. Покойный Чингиз Мустафаев тоже там был с нами. Кадры есть. Вот его попало пуля в живот, меня там тоже ранило. Вот в глаз попало вот это все. Ну, это снайперу виднее как попалось. Снайпер это такая профессия, когда он смотрит в прицел, он тебя видит, а ты его нет. И твоя жизнь у него на пальце, на крюке. Нажмет, попадет. А остальное все от Бога. Бог решит умереть, значит умрешь. Решит жить, значит живой. Профессия воин это от Бога. Я прошел Первую Карабахскую войну. В то время там тоже воевали. В то время мы тоже брали города. Мы дошли до Челдрана, 6 километров от Ханканди. Ну вот в то время так было, что единственного командования не было. А сейчас, сейчас одно единственное командование. Наш главнокомандующий сумел сплотить народ, армию в едино. Поставлена задача, поставлена цель. Наша молодежь ответственностью относится к своей профессии, любят профессию, любят Родину. Наша армия всему миру продемонстрировала войну 21 века. Даже некоторые генералы других армий сказали, надо учиться от этой армии. Даже некоторые генералы заявили, что нужно в армии делать какие-то изменения, потому что азербайджанская армия такой скачок поднялась. Мы им показали любой тип боя, любой тип. Плоть до такого боя, что этот бой не каждому солдату дается, и не каждой армии дается. Вот, например, демонстрация взятия Шуши. Мы могли бы взять Шушу и дронами, и ракетами, и пушками. Но мы взяли ее рукопашно. Мы всему миру показали, что этот народ трудолюбивый мирный народ. Но не надо, когда трогают нашу мать землю. Мы можем и руками, голыми руками это все показать. Наша армия на очень большом уровне, благодаря нашему главнокомандующему, который сумел сплотить это все. Вера наших солдат, главнокомандующему и народу. Ничего нас не сломает. Один его был приказ, достаточно. И все получилось. Мы смотрели, как праздновали победу здесь, в Баку, люди. Но мы понимали, что какой ценой она нам досталась. Мы радовались своим народом, радовались. Но мы ее достали такой ценой. Я здесь хочу поблагодарить матерей шахидов, матерей наших раненых солдат. Спасибо им, низкий поклон, за воспитание. Мы живем в такой стране, где евреи молятся за мусульман. Где на шее крест парень христианин получает самое высокое звание шахида. Где русские церкви в колоколах бьют за нашу победу на Карабахе. Я очень счастлив, что у меня такая страна есть. Это наша страна. Одна необъятная страна. И она всему миру доказывает, что за эту страну и лезгины, и талыши, и авары, и русские. Все национальности встали как один за эту победу. Я благодарен всем. И спасибо нашему главнокомандующему, что он смог это сделать. Это наша победа. И ни один гражданин не может сказать, что я не участвовал. От ребенка и до старика. Все в этой победе имеют свою заслугу. Спасибо моему народу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok